Не просто субботник, говорят организаторы, а патриотический урок бережного отношения к природе и истории родной страны. Символический старт акции дали ветераны. Ветераны гордятся подрастающим поколением. Дело в том, что сегодняшняя патриотическая акция говорит о том, что город воинской славы помнит, город воинской славы гордится, и город воинской славы благодарит тех, кто помнит имена павших за независимость нашей Родины. Именно наша страна сломила непобедимую считавшуюся гитлеровскую армию. Под песней военных лет рядом с друзьями и родными работается легко. В сквере боевой славы энтузиасты собирали в пакеты мусор и предвещающие наступление осени сухие листья. Готовились к высадке деревьев в рамках акции «Лес Победы». Субботник в честь Великой Победы не мог пройти без почетных гостей, наших ветеранов. Присоединился к участникам акции и глава НАПО Сергей Сергеев. Вместе с фронтовиком Николаем Корнеевичем Бомко Сергей Павлович высадил в сквере боевой славы клен. Хоть хлопчик. Иди, подержи, малыш. Что мы делаем? Знаешь, нет? А? Стесняется. Деревья сажаем. Это уже для тебя. Едешь через 20 лет в НАПО и найдешь это дерево. Глава курорта обратил внимание, что благодаря автоматической системе полива, смонтированной в сквере во время его реконструкции, газоны не теряют свет и всегда остаются свежими. Начальнику управления ЖКХ Анжелике Бузуновой Сергей Сергеев поручил предусмотреть монтаж такой системы орошения в будущих городских проектах. Надо закладывать деньги и делать орошай. У нас Красноармейская некрасивая. Ростевые улицы прежде всего. Расходы. Вот эти соловья. Мы вложили туда деньги, а газонов нет. А были бы такие газоны. Полив обязательно. Экологический субботник прошел на всех мемориалах Анапы. На братской могиле в районе старого кладбища активисты навели почти идеальный порядок. Мэр нашего города поблагодарил всех, кто в это субботнее утро поддержал хорошую инициативу. Ведь если заботишься о настоящем, значит думаешь о будущем.